всем привет давно что-то ничего не записывал потому что особо нечего новостей каких-то глобальных нет конечно полно но в основном шум ничего такого чтобы глобально влияло там на именно криптовалюты не происходит более-менее интересное что произошло за последнюю неделю наверное что распорядитель директор мвф костин лагард новую статью криптовалютам написала в своем блоге тут она в общем то она за месяц до этого статью публиковала такую довольно не очень может быть позитивную ну сейчас гораздо позитивнее про все это написал общем ссылку на перевод я скину в описании видео и в комментариях еще из новостей то что окончательно наконец-то сдулись цены на видеокарты распродажи на компьютер университ практически каждодневная ситуация сейчас в принципе довольно такие оптимальные для майнинга видеокарты как вот например вот такая дано всего стоит 260 евро такие видеокарты стоили там сколько я самая дешевая их видел это 210 евро 260 это уже в принципе дешево очень до нормальных уровней также восстановилась доходность майнинга сейчас например это же самая пятьсот восемьдесят карта восьмиеговая она дает там 1819 доллара а когда вот лично я решил заняться именно майнингом на покупать для этого оборудования это было феврале 17 года такая карта давала примерно доход 90 центов в сутки 1 доллар я конечно майнил до этого но больше бывало но когда вот именно начал покупать решил вложить несколько сотен тысяч рублей именно от майнинг это феврале 17 года то доход был два раза ниже чем сейчас ну я считаю текущей вот эта доходность когда такая карта примерно приносит 1 9 доллара да это ну оптимально выше уже это опять начнется хайп опять бросятся миллионы мамкиных майнеров скупать все подряд опять производитель айсиков начнут что-то изобретать текущая ситуация доход он не маленький он хороший очень и в то же время он не такой когда уже всех людей сносит башню люди начинают по любым ценам уже сметать видеокарты и текущая ситуация мне очень кажется правильный хороший я бы хотел чтобы всю жизнь доходность майнинга не менялась и было на текущих у них еще интересное событие то что электроне ум наконец-то пообещали что 30 мая у них произойдет hard fork точно ли это будет такого-то числа еще не факт потому что они только на насчет блока точно могут сказать а там когда я точно этот блок будет найден не очень да все знают они говорят что мы все время вот следуем за манера при этом они не пишут какой они алгоритм будут использовать не сообщают и сейчас много стало пост пост крипта на это осик алгоритмов на сейчас несколько там хеви какие-то и и а вот и d7 у манера и и там еще какие-то кто во что гораст ну электроне ум не сообщают какой они будут использовать ну раз они говорят что мы следуем за манера то можно подумать что значит они будут использовать криптонайт весе также не тут сообщает что минимальную базовую комиссию повысят одна десятая электроне ума будет комиссия потому что комиссия очень низкой из-за этого у них вот затыки были большие очень особенно криптопии дам все знают что комиссию повысят с этим форком чуть-чуть одна десятая в принципе это немного да будет все равно копейки он при текущей по крайней мере капитализации в общем это очень позитивная ситуация потому что вот сейчас на электроне умел уже наверное блин две третьи сети это асики может даже больше ну скорее всего две трети этот месяц ситуация еще изменится и там может быть будет уже процентов 70 мощности это асики некоторыми может и даже больше то есть при форке 30 мая мощность сети должна упасть там от трех и более раз это ситуация до отслеживать потому что можно день-два можно повышенную куда доходность извлекать и вообще в целом когда вот это все угладится и стабилизирует ситуация то есть вот эти возможности гпу распределяться и по электроне умы и по всему рынку мощности то соответственно на других монетках тоже несколько припадет сложность потому что карты чуть-чуть троне умы идут в общем любой выход большой асиков с гпу монеток потенциально это нам позитив в принципе вот больше нечего рассказывать ничего большиного нету интересно сейчас только можно сказать такая стала тенденция последнее время на ликвидных монетках что они следуют за риском то есть вот если на всех финансовых рынках происходит уход от риска то криптовалюта начинает снижаться если наоборот у инвесторов у традиционных над традиционных рынках растет аппетит к риску они начинают доллар подавать какие-то рискованные активы покупать тост и начинается рост какой-то безудержный криптовалюта то есть как будто бы у криптовалюта там никакой своей идеи не осталось до в фишках основных а все только смотрят на отношения вообще в мире к финансовых рынках к риску это для вот традиционных трейдеров инвесторов кто торговал акциями там длительный период это конечно удобнее им проще это понимает движение принимать их как бы им не противиться ну не очень как-то вообще в целом это радует потому что как бы складывается такое впечатление что никакой отдельной какой-то идеи вот нету в криптовалюте а только вот идея 1 вот как в мире ликвидность если все хорошо с ликвидностью аппетит инвесторов к риску растет значит тут растет если что-то нехорошо чуть-чуть как бы и ставки растут и ликвидности поменьше все вроде в доллар уходят там облигации американские уходят то и тут все преподать начинает и это вроде бы и приятно и понятно но своя какая-то идея бы неплохо чтобы было вообще там ну то сего был до хайп какой-то еще может быть хайп сейчас пока ничего такого не видно это конечно не очень радует хотя может быть это просто временные когда что-то будет там проясняться с регулированием и с тем что в реальном секторе это будет использоваться там крово-фандинг там ну привлечение средств то может быть какие-то свои еще идеи появятся все в принципе спасибо за просмотр подписывайтесь на канал не забывайте что будет скоро форк электроне уман можно заранее подготовить бат файлы ладно всем пока